Приветствую вас. Идеально было бы, если бы вы сформулировали вопрос свой. Потому что то, что вы рассказали, то, что вы описали, это одно, это понятно, как бы там ни было, что бы там ни было. Ваши чувства вполне себе ясны, ваши переживания вполне себе понятны. Что делать-то с этим вы хотите дальше? То есть, что конкретно вы хотите от психологов, что разобрать? Например, можно гармонизировать отношения с молодым человеком, чтобы вы не нуждались, допустим, в этом самом внимании. Можно разобраться, к примеру, в себе и посмотреть, почему вы ждёте одобрение. То есть, это, опять же, потребность, одна из базовых потребностей во внимании. Одна из базовых потребностей человека, эту потребность нужно грамотно удовлетворять. То, что вы удовлетворяете её за счёт мышкового внимания, это скорее просто привычка такая. Вы так привыкли, вы привыкли вот так удовлетворять твою потребность во внимании, опять же. Но всё это меняется, всё это корректируется и так далее. Вполне возможно, что вы изначально зависимы от одобрения других людей, потому что, к примеру, ваши родители, они считали, например, допустимым ориентировать вас на других людей. То есть, они допускали такой вариант, чтобы вы ориентировались именно на других, а не на себя. Вот. Ну и сами, и сами, сами, соответственно, тоже ориентировались на окружающих, возможно. Возможно, требовали, чтобы вы ориентировались именно на них. Вот. Почему я, собственно говоря, так утверждаю, да? Дело в том, что вы пишите, что ваш молодой человек самый дорогой для вас. То есть, это наводит на некоторую мысль о том, что, возможно, вы от него, от своего молодого человека, чересчур зависимы. Вот. И, собственно, именно вот из-за такой зависимости, из-за наличия зависимости от него, что вы чувствуете себя несвободной. Именно потому, что вы чувствуете себя несвободной, появляется потребность в внимании других мужчин, с которыми вы, к примеру, чувствуете себя лучше, несколько лучше чувствуете себя. Опять же, я не берусь утверждать сейчас это наверняка. Я не берусь сейчас утверждать это наверняка. Я просто хочу, чтобы вы этот момент для себя как-то вот выявили, да? То есть, то, что вы пишите про своего молодого человека, что он самый для вас дорогой. Ну, лично для меня это выглядит так, что вы чересчур сильно в нём нуждают, чересчур сильно от него зависимы. Будучи зависимым, вы не чувствуете себя свободной, ну и, соответственно, из-за этого возникают проблемы, из-за этого возникают трудности. Вот. Вот. А так мне видится данный аспект. Я не утверждаю наверняка, что я прав. Просто вот высказываю свою позицию. А то, что вы себя ненавидите, смотрите, какая история, да? То, что вы себя ненавидите, это тоже достаточно такой серьёзный показатель. В том смысле, что если вы себя ненавидите, значит, вы, ну, по-видимому, считаете, что всё должно быть по-другому. Считаете, что, ну, что вы не должны так делать. Если вы не считаете, если вы считаете, что вы не должны так делать, если вы считаете, что вы должны, там, например, действовать как-то вот по-другому, допустим, что это опять же идёт самоограничением здесь. Потому что таким образом вы себя ограничиваете, таким образом вы лишаете себя свободы, таким образом вы не позволяете себе действовать так, как хочется вам. Вот. Понимаете? Ну и наконец, что ещё хочется выразить, это то, пожалуй, что, вообще говоря, нормально, что вы, находясь в отношениях с мужчиной, если вы хотите внимания к себе мужского. Вот. Это нормальная реакция абсолютно, это нормальная история, потому что на одном мужчине, пусть даже и любимом, ваша женственность не заканчивается. И, как бы, если мы говорим о ней, да, о женственности, если мы вообще говорим, то она всегда больше, она всегда больше, чем какой-то один человек, ну, какой-то отдельный человек, всегда больше. Вот. Поэтому очень бы хотелось узнать, очень бы хотелось узнать, очень бы хотелось понять, чем вы руководствуетесь, когда говорите, что этого не должно быть, что я себя за это ненавижу, что я, там, плохая и так далее. Вот. То есть вы считаете, что женщина, когда начинает, вот, встречаться или, там, начинает серьёзные отношения, она не может быть женщиной ни с кем, кроме своего мужчины. И не может хотеть внимания ни от кого больше. Вот. Сейчас, на мой взгляд, здесь вы, ну, скажем так, достаточно однобоко смотрите, да, и достаточно ограниченно смотрите. Вот. Потому что это не та позиция, которая может быть использована вами для счастья. Вот. А это, в свою очередь, означает, что ваши установки, свои установки, которые у вас есть, их вам необходимо менять, потому что они вас ограничивают и ограничивают очень сильно, как вы видите. Кроме того, ненависть к себе, ненависть к себе, она обусловлена не только ложными мыслями, ложными вещами, да, в вашем мышлении, она обусловлена ещё и тем, что вы получаете это при ненависти. То есть, ненавидя, ненавидя себя, вы даёте себе что-то. ненавидя себя, вы получаете благодаря этой ненависти что-то для себя, опять же. То есть, есть вот какой-то плюс в том, что вы делаете для вас. Поскольку вы пытаетесь со своим молодым человеком слиться, я полагаю, что это очевидная история, то, возможно, речь идёт о личных границах. И желание, потребности, эти самые личные границы, ну, собственно, для себя получить. То есть, вам хочется, вам хочется ощутить какую-то границу, ощутить какую-то защищённость. И когда вы себя ненавидите, вам легче, легче почувствовать эти самые границы, легче понять, что вы делаете. Что-то неправильно, значит, себя можно поругать. И когда вы себя ругаете, вам становится комфортно. Тут видно, что есть определённые, определённые выгоды из того, что вы делаете. И эта выгода, она точно определяет, понимаете, это вот так называемая вторичная выгода. Так что, в этом направлении вам, я бы тоже рекомендовал бы работать и двигаться, в сторону вот именно понимания того, зачем и для чего я делаю все или иные вещи, какую выгоду я от этого получаю. Это очень важно. Ну и, конечно, чтобы вы сформировали свой вопрос, потому что ваш запрос для нас необходим. Без запроса мы не можем вам помочь. Всё, что, например, говорю, допустим, я сейчас, это опять же, мои домыслы, это приходится додумывать, как бы. Вот, я не думаю, что это что-то действительно хорошее, я не думаю, что это действительно что-то полезное. Вот, поэтому будет лучше, если вы сформулируете то, что вы хотите, и мы вам тогда уже сможем помочь. Но вот, потому что вы пишите сейчас, я рекомендую вам, значит, шире, шире смотреть на то, что вот, на то, как вы сейчас видите отношения. Вот, и я рекомендую вам смотреть на это шире. Это будет, ну, во всех отношениях лучше и для вас, это будет во всех отношениях лучше и для тех, кто вас окружает. Вот. Мне видится, таким, ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что для вас это было полезным. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Ну, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и... Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...